Четыре крупных проекта в сфере информационных технологий планируется реализовать на предприятиях группы компаний Каза Тампром. Каждый из них поможет значительно оптимизировать затраты, а главное на особо вредных участках всю работу планируется доверить роботам. Мы на сегодняшний момент целый ряд проектов сегодня реализовываем. Это и цифровой рудник, это и проект, который называется институционный центр. Эти проекты что нам дадут? Мы будем конкретно видеть и мониторить использование химических реагентов. Мы четко будем видеть, как сегодня осуществляется работа того или иного оборудования. Правильно ли работает, качественно ли работает. И из этого исходя принимать соответствующие управленческие решения. Стоит отметить, что реализация только одного проекта, цифровой рудник, позволит компании до 2025 года сэкономить 12 миллиардов тенге. А пилотной площадкой, на которой будут реализованы три из четырех проектов, стало месторождение «Сауран», расположенное в Южно-Казахстанской области. Разработку производства порошка для 3D-печати ведет дочернее предприятие Казатомпрома АО «УМЗ». Из Тантала, хорошо совместимого с организмом человека, здесь планируют запустить производство имплантов с помощью 3D-принтера. Кроме того, эти технологии позволят печатать детали оборудования для уранового производства. По итогам внедрения аддитивных технологий к 2020 году ожидается экономический эффект в 2 миллиарда тенге. Сегодня в мире очень мало предприятий, которые занимаются порошками для 3D-печати. И, как правило, такие порошки изготавливаются из обычных, распространенных металлов, как алюминий, титан, нержавеющая сталь. Такие материалы, тугоплавки, например, как Тантал, это вообще уникально и в мире сегодня не производится. И мы ставим себе задачу создать такую технологию, сделать производство специальных порошков из Тантала и сплавов на его основе для использования в 3D-печати. Используя такие порошки, используя эти материалы в 3D-печати, мы можем изготавливать уникальные изделия сложной формы, которые могут использоваться, в частности, в медицине для изготовления имплантов. То есть это различных суставов. Дело в том, что Тантал, он абсолютно биосовместим с человеческим организмом, не отторгается нашим организмом. И поэтому в этом направлении его использования у него очень хорошие перспективы. Еще один пример успешного использования цифровых технологий на предприятии – дроны. Их используют на предприятии для обследования магистральных трубопроводов в труднодоступных местах. В дальнейшем планируется, что дроны смогут доставлять на производственные объекты небольшие грузы.